Комиссия по государственно-правовым вопросам парламента Армении одобрила проект ратификации Римского статута. Но власти Армении пообещали Российской Федерации не арестовывать диктатора Владимира Путина даже после принятия документа. Как ранее сообщил представитель Армении, по международным правовым вопросам Егеша Киракосян, Ереван ещё в апреле передал Москве решение проблемы возможного ареста Путина путём двухстороннего соглашения. В России отреагировали на предложение Армении. Как сообщили в российском МИД, Москва рассмотрела инициативу Еревана и предложила компромиссный вариант, который мог бы устроить обе стороны. Но в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. По словам МИД России, это якобы будет иметь самые негативные последствия для отношений двух стран. И также трудно представить визит в Армению президента России, особенно когда депутаты от правящей партии призывают к аресту Путина. Как сообщают РосСМИ, спикер Кремля Дмитрий Песков также оценил продвижение Римского статута в Армении, назвав его чрезвычайно враждебным по отношению к России и добавил, что Путин в ближайшее время не планирует поезда к Армению. Также в Москве выразили надежду на то, что парламент Армении откажется от ратификации документа. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ратифицирует Римский статут полностью. Он заверял, что это действие не связано с отношением между Арменией и Россией, а объяснял его необходимостью решить вопросы безопасности самой Армении. В марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. Таким образом, все страны, ратифицировавшие Римский статут, должны арестовать российского диктатора, если он посетит их государство. Как сообщает Униан, Армения требует от Российской Федерации деньги за так и не начавшиеся поставки вооружения. Как сообщает армянский правительственный телеграм-канал «Баграмян-26», речь идет об около 400 миллионах долларов. Но Россия отказывается возвращать деньги, мотивируя это тем, что контракты по поставкам вооружения не разорваны.